Никита Добряков. Искусство для интровертов. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Все изображения вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Введение. Читатель может спросить, зачем нужна еще одна книга про искусство. Действительно, в последнее время книг, посвященных истории искусств, отдельным художникам, разным стилем и направлениям вышло немало. Такое не может не радовать. Но зачастую это бывают рассчитанные на подготовленных людей энциклопедические издания, из которых можно узнать биографии творцов и понять базовые принципы художественных стилей. Но немногие из них дают понимание того, а что же это такое — искусство. Почему что-то считают искусством, а что-то таковым не является? И кто вообще определяет, искусство перед нами или нет? Где его найти? Как его смотреть? На все эти вопросы мы попытаемся дать ответ. Эта книга адресована всем, кому хочется разобраться в искусстве. В ней нет излишне сложной терминологии, бесконечного перечисления имен и потока дат. Задача книги — не пересказать всю историю и теорию искусств, а помочь читателю понять, что такое визуальное художественное произведение, как научиться его смотреть и анализировать. Ведь даже такой базовый навык, как чтение, требует определенных умений. И здесь то же самое, но об этом редко вспоминают, а учиться смотреть искусство так же необходимо, как уметь правильно читать. Автор этих строк уверен. Только для тех людей, которые учатся этому, искусство раскроется по-настоящему. Эта книга — удобная точка входа в мир искусства. Она не претендует на полный и всеобъемлющий рассказ. Для такого не хватит и тысячи страниц. Но когда у вас появится желание сходить в музей или на выставку, возможно, вы вспомните несколько идей из этого издания, и ваш личный опыт общения с искусством станет от этого немного глубже. Так отправимся же в Одиссею, по художественной вселенной, где за каждым поворотом удивительные открытия, неожиданные решения и прекрасные во всех его формах. Глава первая. Что такое искусство? Начнем наш рассказ с определения понятия искусства. Часто в искусствоведческие книги не входит это понятие, и чуть ниже станет ясно, почему. Но сложность вопроса не должна снимать с автора обязанность хотя бы попытаться дать на него ответ. Вопрос этот важен еще и с той точки зрения, что ответ на него предопределяет формат и тон анализа конкретных произведений искусства. В нашем поиске определения можно пойти двумя путями, одинаково часто встречающимися в научной литературе. Найти универсальное определение искусства или увидеть в искусстве открытое понятие, у которого нет и не может быть четких рамок. В этой главе будут рассмотрены оба варианта, и станет понятно, какой из них наиболее подходит для целей этой книги. Универсальное определение искусства. Первый способ предлагает найти вневременной универсальный набор характеристик того, что понимается под искусством. В этом подходе подразумевается, что нужно сформулировать четкое определение и уже исходя из него решать, является ли конкретное произведение искусством или нет. Такой подход предполагает строгий набор характеристик, критериев и признаков. Причем художественное творчество в такой системе часто сводится к единому канону, которому должны следовать все без исключения художники. Древний Египет, античность, средневековье и классицизм — яркие примеры подобного подхода к искусству и его осмыслению. Каждая из перечисленных эпох пыталась найти смысл и определение искусства, которые были бы единственно верными на все времена. Но даже за две с половиной тысячи лет поисков универсальное определение искусства так и не было найдено. Ни в искусствоведении, ни в теории и философии искусства, ни в эстетике нет единого и всеми признанного определения. Это стало очевидно только в XX веке, когда появились художники, чье творчество подрывало саму возможность такое определение найти. Как художники XIX-XX веков разрушили универсальное определение искусства? XX век — время перемен во всех сферах человеческой деятельности, среди которых искусство не стало исключением. Начиная с ранних опытов фавистов Анри Матисс и кубистов Пабло Пикассо вплоть до цифрового искусства и стрит-арта художественный мир постепенно изменился до неузнаваемости. Появление современных творений обозначило не просто новую страницу в истории искусств, но принципиально другой способ создания и понимания художественных произведений. Надо сказать, современное искусство родилось еще в конце XIX века на выставках импрессионистов, которые одними из первых решительно отвергли все существовавшие тогда в творческой сфере традиции и правила. Флот Мане, Пьер Агюстренуар, Эдгар Дега и другие не просто отринули каноны классической живописи, но и полностью изменили сам художественный мир. Как же они это сделали, и почему это важно в поисках определения искусства? Во-первых, импрессионисты отказались следовать канонам классической живописи. Их работы лишены исторического или религиозного содержания, которые привыкли видеть зрителей вплоть до середины XIX века. Классические полотна всегда несли в себе определенный нарратив, то есть картины с помощью визуальных образов рассказывали нам некоторую историю. Это мог быть мифологический или религиозный сюжет в виде больших многофигурных композиций, а мог быть социальный или политический мотив в портретах и натюрмортах. Но так или иначе, картины говорили со своим зрителем. В противовес этому, работы импрессионистов максимально скупы на высказывания. Что несут в себе полотна Ренуара и Лимоне? Только взгляд на мир, переданный художникам с максимальной достоверностью. В них нет античных аллюзий и христианских символов. Они не рассказывают историю, а передают то, как видит мир художник прямо здесь и сейчас. Французский живописец Поль Сезанн как-то сказал, «Клод Моне — это только глаз. Но, боже мой, какой глаз!» Пожалуй, нет более точного определения художественного стиля Моне. Его живопись — это чистое оптическое впечатление от французского «Ампрессион», в котором художник пытается передать, каким он видит мир. Неслучайно импрессионисты обожали писать явления природы, сельский или городской пейзаж с натурой. Им важно было передать свое восприятие реальности в данное мгновение. Поэтому они, в отличие от классических художников, не пытались спрятать следы мазков кисти на холсте. Если вы присмотритесь к классической живописи, то практически не увидите там следов кисти. Художники целенаправленно совершенствовали свое мастерство настолько, чтобы не было видно, как накладывался живописный слой. Такое стремление появилось в средние века, когда религиозное искусство — мозаика, фреска, икона — не должно было выглядеть как нечто, созданное человеком, потому что тогда оно теряло бы свое сакральное значение. Импрессионисты же действовали с точностью до наоборот и подчеркивали «это сделал я собственной кистью», на что публика и арт-критики объявляли работы импрессионистов недоделанными обоями и полностью отказывали их авторам в таланте. К сожалению, такая реакция была неизбежной. Французский зритель середины XIX века привык к совершенно другим живописным стандартам, сформированным работами Рубенса, Жакалу и Давида и другими признанными мэтрами. Именно из-за этого импрессионисты оказались одними из первых художников, которые поставили под сомнение общепринятые каноны мастерства. В дальнейшем, в XX веке, живописцы полностью пересмотрят идею о том, что мастерство художника должно сводиться к умению подбирать композицию или создавать идеальный рисунок. Техническое мастерство, как оценка художественного произведения, уйдет, а на ее место придут совершенно другие критерии. Но об этом чуть позже. Во-вторых, импрессионисты изменили сам подход к выставкам произведений живописи. Первоначально будущие импрессионисты стремились попасть в парижский салон, главную выставку живописи того времени, и более того, иногда у них это получалось. Например, ранние пейзажи Клода Мане в 1865 году висели в одном зале вместе с Олимпией Эдуарда Мане. Но чаще всего их не пускали в салон. А ведь тогда действовало негласное правило. Если твои работы не выставлены в салоне, значит, ты не художник, поэтому туда мечтал попасть каждый живописец Европы. Получив очередной отказ, импрессионисты арендовали мастерскую фотографа Нодара и в 1874 году самостоятельно выставили свое искусство. Весь Париж ходил потешаться над незадачливыми художниками, и мало кто понимал, что на их глазах происходит историческое событие. Почему это важно? Импрессионисты вышли за пределы официальной институции и самостоятельно выставили свое искусство в частной галерее, что на тот момент считалось сродни самубийству. Искусство может существовать только в салоне, полагали в Париже. Кстати, так же думал и Эдуард Мане, негласный дедушка импрессионистов, выставлявшийся только в салоне и отказавший молодым художникам, когда те пригласили его на свою выставку. Вся Европа даже не представляла, что искусство может существовать вне рамок классического музея. Импрессионисты показали и доказали, что искусство может быть свободным от рамок традиций, канонов и классических механизмов арт-мира. Именно импрессионистам обязано своим многообразием современное искусство XX века, богатством которого мы не устаем восхищаться. Но импрессионисты только начали путь переосмысления базовых основ искусства. Ведь при всей радикальности и революционности их живописи они все еще оставались во многом классическими художниками хотя бы потому, что использовали холст и масло. А работы Марселя Дюшана заставили нас переосмыслить то, что мы называем произведением искусства. Французский художник Марсель Дюшан 1887-1968 годы не только стоял у истоков дадаизма и сюрреализма, но и повлиял на все искусство XX века. Он был прекрасным шахматистом, обладал тонким чувством юмора. Марсель Дюшан каждым своим произведением подвергал сомнению традиционные утверждения об искусстве. Зачем? Чтобы выяснить, что такое искусство и каковы его границы. Дюшан утверждает, что ценность произведения искусства заключается в идее, заложенной художником, а не в ее физическом воплощении. По мысли Дюшана, художнику важно уметь не столько рисовать, сколько нестандартно мыслить. Важной частью произведения становится словесное пояснение, дающее зрителю понимание авторской идеи. Марсель создал новое искусство, интеллектуальное или концептуальное, где эстетическое наслаждение от художественного произведения дополняется, а в некоторых случаях заменяется интеллектуальным удовольствием от разгадки головоломки, заданной художником. Дюшан был новатором в работе с выставочным пространством, создавал единое оформление, задающее тон восприятию всей экспозиции. Он позволил произведению искусства висеть на потолке или занимать все пространство выставки, а не находиться в традиционном положении на стене или подиуме. Именно Дюшан одним из первых обратил внимание на то, что важно не только то, что видит зритель на выставке, но и в каком пространстве он это делает. Но, пожалуй, главным его достижением является ready-made — промышленно изготовленный объект, наделенный художественным статусом посредством выбора художника. После Дюшана предметы промышленного производства стали использоваться для создания произведений искусства. Каждую работу Марсель создает для того, чтобы подвергнуть пересмотру традиционные представления об искусстве. Его творчество — это интеллектуальная игра, ревизия устоявшихся понятий. Без сомнения, главный пример его игры — культовый фонтан, 1917 год. В 1917 году Марсель Дюшан купил обычный писсуар, перевернул его вверх ногами и поставил на постамент. Но главное — взяв обыкновенный предмет, он лишил его функционального значения писсуара и наделил его званием «искусство». Почему же эта экстравагантная выходка обсуждается до сих пор? Дело в том, что эта провокация на самом деле поднимает ключевые вопросы современного искусства. Что такое искусство? Кто имеет право выделять одни произведения искусства среди тысяч других? Как мы должны воспринимать произведения искусства? Но Дюшан непросто ставит крайне неудобные вопросы, но и дает на них бескомпромиссные ответы с помощью своих художественных работ. Для французского художника главная ценность произведения искусства не в его физической форме, а в тех идеях, что стоят за ним. Импрессионисты и Дюшан, конечно, не единственные, кто усомнился в необходимости говорить об искусстве в традиционном смысле. Но именно им принадлежит ключевой вклад в разрушение классического представления об искусстве и его определения. Разрушив универсальные определения и в лицах представив, кто это сделал, можем перейти теперь ко второму способу определения искусства. Историческое определение искусства. Второй способ говорит нам о том, что не существует четкого определения искусства, потому что оно меняется от эпохи к эпохе. То, что называли искусством в Древнем Египте, не равно искусству в Италии 15 века, а европейское понятие искусства не имеет ничего общего с японским. Отсюда задача исследователя не выявить универсальные критерии искусства, а точно определить, какие идеи скрывались под понятием искусства в той или иной эпохе и культуре. Американский эстетик Моррис Вейтс, 1916-1981, предположил, что термин «искусство» не поддается окончательной классификации. То есть попросту невозможно точно ответить на вопрос, что такое искусство, из-за специфики самого понятия искусства. Почему? Вейтс говорит, «Мы никогда не сможем определить достаточный и необходимый набор свойств того, что мы называем искусством. Более того, в разных культурах под искусством подразумевают совершенно разные вещи, что лишь подтверждает идею о невозможности четкого определения этого понятия». Вейтс приходит к выводу, что искусство является открытой структурой и постоянно будут возникать новые художественные произведения, расширяющие представление о нем. В этой книге применяется именно такой подход, который кажется наиболее удачным для понимания всего многообразия искусства. Формирование определения искусства происходит в результате влияния эпохи и культуры, поэтому нет универсального определения. Художественные произведения XX века не имеют смысла оценивать с точки зрения античной эстетики, они точно под нее не попадут. В этом, кстати, заключается причина того, почему современные искусства часто не понимают. К нему применяются критерии искусства традиционного, с позиции которого оно, разумеется, не выдерживает никакой критики. Вот почему современное искусство сложно для понимания. Художественный язык классического искусства гораздо более привычен обществу, поэтому это искусство находит больше сторонников. Современный художник, находясь на острие изменения художественного вкуса, постоянно существует в поиске новых форм эстетического самовыражения. Общество всегда отстает от авангардных художников, из-за чего последние сталкиваются с непониманием. Так было с импрессионистами, так было с сюрреалистами, концептуалистами, так происходит и сегодня. Но это не означает, что искусство ухудшается или вовсе исчезло. Это значит лишь то, что нам еще предстоит по-настоящему открыть и понять тот художественный язык, на котором говорят наши современники. А среди них, поверьте, есть свои ренуары и Ван Гоги. Просто их еще никто не знает. Подводя итог первой главе, хочется отметить, что приведенное определение ни в коем случае не претендует на окончательность. Дискуссия о сущности искусства — одна из самых жарких интеллектуальных проблем. Это не теоретическая книга, поэтому невозможно посвятить данной проблематике много места. В первую очередь наша книга о живом практическом взаимодействии с искусством. К нему и перейдем. Глава вторая. Какое искусство бывает? Что приходит в голову, когда человек слышит слово «искусство»? Тихая красота полотен Рембрандта или лирика Бродского? Ансамбль Дворцовой площади? Роман Пруста «В поисках утраченного времени»? А может, величественная сила скульптурных произведений Микеланджело? Можно вспомнить роскошную мебель Рококо, романтическую музыку Шуберта и кинематограф французской «Новой волны». Согласитесь, искусство бывает совершенно разным и может воздействовать на человека по-разному. Искусство можно слушать, читать, смотреть, трогать. Каждый вид искусства создает уникальный опыт, который не получить другим способом.